Давайте сделаем так, значит, что нужно? Вы запишите, что нужно. Потом вы это все соберете, приедете на консультацию. Если его все устраивает, все нормально, значит, тогда мы сразу его оставляем, чтобы ему не возвращаться в ЮПУ. После такого звонка в православном реабилитационном центре появляется еще один человек, который хочет бросить наркотики и вернуться к нормальной жизни. Возвращение – так и называется православный реабилитационный центр в селе Зеледеево для людей, страдающих наркотической зависимостью. Всего за три года через центр прошло больше 80 человек. Его задача – не просто вернуть ребят к обычной жизни без наркотиков, но дать им ту самую крепкую духовную основу, которая поможет в дальнейшем удержаться от роковых ошибок. Приобщение реабилитантов к православной вере проходит через беседы, молитвы, участие в богослужениях. Кроме этого, ребята ежедневно выполняют послушания, которые назначает батюшка. Здесь не только через труд, все-таки духовно больше здесь направленно сидит, батюшка к этому старается. Но труд, он помогает отвлечься от тех мыслей, которые раньше посещали. Через труд все равно как бы, ну, трудишься, трудишься. Здесь опять же, здесь это все зависит, опять же скажу, повторюсь, что от человека. Только утром глаза открыл, и хочется просто кричать, потому что все болит. И надо, понимая, что надо идти искать, надо идти искать деньги, надо идти искать наркотики. И вот так вот целый день вот этот бешеный ритм нашел, укололся, надо идти по-новому искать. Практически с теми, с кем я начинал, они где сейчас умерли или уверовали. Другого вот не дано, даже в тюрьмах мало сидит. Страшно, даже вспоминать это все страшно. Настолько это было тяжело. Ну, я пыталась забороться, конечно, я его лечила. В клинике лежал. Но все без толку. Наркомания – это все-таки духовная болезнь. А раздуховная болезнь здесь без помощи церкви никак не обойтись. Потому что только церковь имеет двухтысячелетний опыт борьбы со страстями и с грехом. От тех, кто приходит сюда, требуется твердое желание оставить наркотики и обрести веру. Сюда ты можешь приезжать. Какой ты есть, тебя примут здесь любым человеком. То есть в беде здесь не оставят. Примут такого, какой ты есть. Никто не будет ни в чем упрекать, что ты это там не умеешь делать или то. Ну, то есть случай такой интересный был. Парничка встал на весы. А был пост. Он приехал в пост и шел пост. То есть он все время был пост соблюдать все у нас здесь. Он встал на весы и говорит, как? Не может быть. А мы понять ничего не можем. То есть мы на него уже начинаем подшучивать. Он говорит, а я 15 килограмм набрал. Долгое время они, наркоманы, у них перестают быть эмоцией. Ну, здесь один человек, он говорит, я уже лет 6 не смеялся, оказывается. А здесь вот он начинает чувство возвращаться к тебе. До того, как прийти сюда, некоторые ребята пытались пройти реабилитацию в сектантских центрах. Но вовремя осознали, что там, взамен одной зависимости, они получают другую, еще более страшную. Оказываемое там психологическое воздействие превращает людей в рабов и душевных инвалидов. Исключает их возвращение в общество к родным и близким. Я был в сектантских центрах, но мне стало очень страшно там. Я приехал, там ребята не курят, ничего, работают, тоже молятся. Но когда через каждое слово кричат аллилуйя, так с безбашенными глазами, ночью вскакивают на столы и начинают молиться на языке духов, немножко неуютно. Когда это состояние, еще немножко обстиненцы, и так нервишки гуляют. Еще видишь, такое там, ну... То есть мне стало не по себе. Я не захотел такого состояния. В православном центре ребята излечивают свою душу. Здесь становится легче, и вместе с верой в Бога появляется уверенность, что к наркотикам они больше не вернутся. Многие из тех, кто прошел реабилитацию, часто приезжают сюда уже в качестве гостей. Скучаю. Скучаю по укладу вот этому... По церкви, по приходу. По батюшке, ну вот по ребятам. Как бы это кусочек жизни, и такой уже осознанной жизни. Здесь я пробыл полгода. Вернулся домой. В Кемерово. Пожил там еще полгода. Ну и... Я не знаю, как объяснить. Просто я все эти полгода знал, что нужен я здесь. Не там, а здесь. Ну, меня подержала жена. Мы приняли решение, переехали сюда. Сейчас живем здесь, помогаем батюшке. По официальной статистике, более 80% наркозависимых, которые прошли реабилитацию в православных центрах, успешно возвращаются в общество. Создают семьи, устраиваются на работу. Важно понимать, что даже если вас постигла эта проблема, нужно не отчаиваться. Спасение есть. Спасение есть, и спасение это в храме. В храме Божьем. Господь всегда поможет, если человек только от него не отвернется. Дело в том, что Господь никого к себе не призывает насильным путем. Бог создал человека и дал ему свободную природу. Человек сам решает, принимать ему помощь Божью или нет. Но если принимать, то есть место на земле, где человек слышит Бога ближе всего. Это храм Божий. Поэтому обращайтесь, всегда будем рады, действительно искренне рады помочь. Особенно, когда видим желание самого человека. Сейчас у меня есть жизнь. Это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова